здравствуйте дорогие друзья усаживайтесь поудобнее мы начинаем всем приятного аппетита сейчас у нас будет blitz крик по некоторым аспектам смартфона samsung galaxy 7h с некоторыми смартфонами мы сравним по экрану и по некоторым другим характеристикам это сейчас это первая часть сейчас он сравним с этими смартфончиками конкретно с мексом 6 пи с айфоном 6s плюс с айфоном 6s по экрану не буду доставать их из чехлов потому что смысла не имеет в общем сейчас очень много просьб что ребята успеваю то сейчас снимаю потому что все не успеваю конечно же просто посмотрим углы обзора потом будут другие тесты уже по звуку там по камеры по бенчами т.д. и т.д. и т.п. в общем самсунг давайте я может сначала покажу все-таки немножко покручу как-то поверчу в руках самсунг 7h но смотрите как он ляпается вообще очень хороший олифобный слой очень хорошее покрытие мне что порадовало на экране что спереди что сзади очень приятно водить пальцем к примеру потому что в миизу 5 провал живы 10 но я их не буду доставать потому что я все-таки ребята решил продавать миизу 5 pro но на место своем низу 5 про белого я возьму точно такой же но черный потому что у меня все смартфоны черные а тут как-то миизу не вписывается совсем в мою команду с белым цветом в общем между место миизу 5 pro белого я возьму такой же миизу 5 pro но черный а вот лживы 10 решил продавать на постоянку но у меня замучил будет сейчас девушка покупать лживы 10 просто я жгу замучил но у меня со своей автономностью но очень хороший аппарат но я вот очень жду лживы 20 в конце года 2016 потому что мне всем понравился лживы 10 но ребята автономность его меня просто добилась дело мне просто фаталити переломала мне хребет потому что хребет моей компетентности потому что но я уже устал запарился его заряжать к примеру nexus 6p держит намного лучше батарейку чем тот же ядрен батон а сейчас секундочку лживы 10 а iphone 6s плюс держит еще лучше батарейку пока про батарейку и семейча не буду ничего говорить я уже выводы сделал потому что тестировал их 8 дней с теми семейч но дабы вы убедились сами мы проведем тесты все в практике и в бенчах в игрушках посмотрим как разряжается батарейка что покажет автономность например на скорый лад я могу показать пользуюсь я им ровно одни сутки за одни сутки конечно все выводы которые человек может сделать все выводы будут скороспелые преждевременные поэтому в течение какого-то времени буду снимать ряд обзоров конкретно про этот смартфон и конкретно в сравнении с другими смартфонами так вот к этим всем добавится еще миизу 5 pro лживы 10 я сбросил уже не хочу настраивать потому что скорее всего завтра послезавтра у меня его уже купит девушка так сюда заходим батарея вот смотрите пользовался я давайте статистику включим про пользовался непонятно ну 6 часов 24 минут непонятно честно говоря думал больше а нет от батареи 19 часов это короче показывает сверху примерное время сколько осталось 6 часов 24 минуты в данной в данном режиме моем использования смешанном то лишь вай фай тут постоянно был включен ну периодически отключал но процентов 80 был включен вот смотрите экран камера экран проработал 3 часа 11 минут в играх и фотографирование сейчас 33 процента то бишь ну часа два максимум проработает получается пять часов активного экрана в принципе это неплохой результат в смешанном режиме смешанном то была включена система энергосбережения то отключена и не конкретная игра я жгу смешанный режим и по юзабилити то бишь то игры то там серфинг в нэте то фотографирование вот пишет что за три часа батарейку разрядил на 536 миллиампер это в шестом андроиде давайте вам покажу здесь стоит 60601 андроид последний я как-то в обзоре сказал 604 ошибся просто я думал про antutu смотрел на монитор там человек спрашивал про бенчера antutu и в общем сказал что 604 сейчас последний 601 андроид самый из последних в общем по автономности в принципе автономность нормальная но не фонтан ребята тот же мизу 5 про я думаю его переплюнет вот в общем возьму заново мизу 5 про в черном цвете и все вам покажу так об устройстве давайте посмотрим это же интересно просто android какой здесь до 601 все правильно последний самый android стоит по памяти так память из 32 гигабайт пользователь доступно около 25 гигабайт то бишь 24 с половиной ну в общем практически 25 гигабайт из 32 доступно но можно устанавливать микро издюльку она сейчас уже там в пиндюре на так давайте сейчас секундочку выключим чтобы никто не позвонил пошли уже вставил свою сим-карточку можно вставлять микро изди карточку но какой минус чем неприятно конечно огорчила компания самсунг она сделала такую фишку ну ладно давайте доставать не буду в следующий раз она короче сделала такую фишку то что нельзя полностью как вас у зон фоне 2 как в акрос даймонд не помню там какая какой дальше называется в общем такой смартфон тоже есть в общем тех смартфонах вас у сезон фон 2 и в акрос даймонд можно полностью перекидывать игры приложения любые программки полностью перекидывать с кэшом в micro sd карточку здесь же нельзя поэтому много игр или программ вы на этот смартфон не установите вот примеру сейчас у меня стоит микро издюлька на 64 гигабайта из них доступно 59 гигабайт 5 гигабайт использована так вот смотрите когда если у кого есть уже надо эту беду сразу отключать инфа к оплата и там еще много чего и по находил чего отключаешь и начинает автономность намного лучше показывать себя нежели когда я тестировал 8 дней в магазине лишь говорю понимаете даже тесты в магазине это все предвзяты очень тесты надо протестировать именно конкретно уже на руках имея смартфоны ни один день ни одну неделю так что сам покажу конкретно о сравнению мониторчиков с на их сам 6 пивных с 6 5 включаем систему энергосбережения сейчас такой у меня очень каламбурный обзор потому что очень много делал навалилось а столько что пришел в тренировки блин все болит спина болит нереально так сейчас секундочку нашел эту папку вот примеру девушка там какая-то картинка давайте выкрутим сейчас на всю яркость и там и там отключаем автояркость в galaxy с 7 и режим экрана здесь стоит не максимальная яркость еще так где дисплей always on display я отключаю мне вообще не нравится совершенно так и режим стоит экрана фотоамолед то бишь можно взять еще насыщенней можно адаптивный сделать можно взять основной совсем тусклый здесь наподобие есть тоже супер джебе называется настройка домашний экран вы не туда зашел экран просто экран адаптивная регулировка яркость отключаемую и повышаем на максималку вот идиот вот смотрите чистый android это вообще куча маразмов которые меня нереально раздражают он хорош он очень скоростной очень классный прекрасный получает построение постоянно какие обновления обновление безопасности то там еще чего-то получил не помню уже в марте последний раз обновление безопасности прилетело в общем куча куча плюсов на какой-то вот идиот сейчас я выключила адапты адаптивную яркость экрана то бишь автояркость проще говоря отключил и он что зараза делает полностью вставить на минус а сейчас находился под солнцем там вообще было ничего не разглядеть потому что у него экран хоть и хороший но он не может соревноваться с экраном самсунга galaxy 6 galaxy note 5 galaxy s 6 h и с 6 h плюс и тем более с нереально яркими экранами здесь они стали еще ярче чем в 6 серии в ноте 5 стали еще ярче в с 7 в 7 age так заходим ну все максимальная яркость там и максимальная яркость тут но смотрите углы обзора и там и там очень хороши потому что супер амолед сто лет без бед но смотри под таким углом обзором уже nexus немножко выцветает картинка и вот по таким обзором тоже немножко выцветает и немножко краснит картинка какой минус в картинке но сейчас через камеру этого почему то не видно в живую видно лучше какой минус в картинке nexus a nexus картинку немножко теплит конкретно краснит так сейчас еще какую-нибудь найду картинку но это хорошо потому что намного хуже когда экран картинку голубит немножко потому что голубой цвет очень вреден для глаз когда дает синевой какой-то ну что-то я не могу найти дочку да вот нашел картинку но вот смотрите картинка одна и та же поет она же ну не знаю так смотрится оба шикарно но сегодня выходил на большой тест 22 друга со мной было и мы устроили нереальный просто фото тест пришел там мужичок один со спортзала принес короче старую nokia lumio 808 другой принес nokia lumio 1020 но это я сам попросил их об этом кто в общем у кого что было я пособирал людей чтобы люди не повторялись у каждого был свой смартфон у кого-то galaxy 6 у кого-то над 5 у кого-то с 6 h плюс у кого-то lg4 у кого-то nexus 5 5x вот так вы поняли 22 человека 22 разных смартфона и мы сегодня я взял свои смартфоны устроили фото battle по видео немножко ну совсем мало и по фото мы там на фоткали тысячу фотографий я не знаю там я человеку все слили одному человеку он будет перебирать вот когда он переберет это все я потом расскажу результаты из моих смартфонов я взял с собой с 7h lg v10 nexus 6p iphone 6s плюс 4 смартфона брал потому что миизу 5 про брать не стал он не фото флагман мягко говоря просто бывает фотка это очень хорошо миизу 5 pro но к сожалению не всегда так давайте еще что-нибудь посмотрим картинку ну вот черный цвет при том что сейчас я же говорю вот здесь сейчас занижена еще яркость потому что когда ставишь адаптивный или как-то по-другому называется еще ярче становится 7h ну вот тем не менее дабы было более менее справедливо потому что сейчас конкретно не на яркость на углы обзора потому что по яркости смотрите какая ситуация сейчас они примерно равны яркость когда выходишь на улицу под солнце этот становится хуже виден а это становится на автояркости лучше виден намного получается под солнцем nexus 6p на 40 процентов приблизительно проигрывает самсунгу 7 7h по яркости вот это к сожалению большой минус ну а так углы обзора вы видите практически идеально потому что супер амолед я же говорю никаких с этим проблем не испытывает здесь к сожалению нету картинок одинаковых на айфоне 6s плюс ну сейчас что-нибудь я наковыряю какую-нибудь картиночку не знаю а подождите у нас там какая была черного цвета картинка но вот черная пускай вот такая там машинка что мне нравится в айфоне 6s плюс в айфоне 6s в айфоне 6 в айфоне 6 плюс а как бы то что у них просто пипец какой классный черный цвет при том то что это не супер амолед а IPS матрица это просто бомбезные цвета я не знаю ладно сейчас не кайф идти за lg v10 у него просто уже 10 тоже шикарный цвет но у lg g4 у lg v10 немножко идет градация под наклоном ну и у 5x та же самая беда ну честно говоря я по этому поводу не парюсь потому что на 5x на lg v10 lg 4 я всегда смотрю четко прямо но единственное что минус когда я сам для себя устраиваю тест разложу смартфон и так они на столе лежат вот супер амлет и ретина IPS это hd ретина IPS от но тут full hd конкретно в 6s плюс они вот так смотрятся под наклоном даже обалденно lg v10 lg 4 nexus 5x к сожалению немножко уже выцветает картинка в общем экран шикарный в айфоне 6s плюс мне тоже очень нравится но я вам сразу честно скажу что конечно экран айфона 6s плюс проигрывает по яркости под солнцем 7 7 edge вот опять же вот смотрите как он заляпывается это вообще тихий ужас меньше всего люди говорят лапается белый цвет я белый в магазине видел но это просто был дыма юнит и я вообще не знаю зачем его выставили потому что белый цвет в россии у нас не продается белый цвет действительно меня марки был этот же черный пачкается вообще пипец золотое серебряный типа платиновый он вообще там какой-то отпечатка сборник его можно преступником по моему давать вместо дакталоскопии вот это что с них там отпечатки берут с преступников так вот и можно просто давать помацать samsung с 7 и 7 edge что он собирает отпечатки еще лучше черный собирают тоже отпечатки но видите под каким-то углом этого не видно золотой как не верти отпечатки видны под всеми углами обзора так давайте кого-то покажу вам еще как работает датчик меня уже показал собственно говоря немножко но датчик на айфоне побыстрее срабатывает приблизительно одинаково примерно одинаково ну вот вы видите что до процент срабатываемости более быстро реагирование на айфоне все-таки выше датчика вот увидите что происходит давайте возьмем в разные руки у меня там оба пальцев биты и так и так раз два три ну в принципе вот я жгу у айфона плавная анимация слишком но датчик считывается но быстрее конечно стоит программистам и инженерам apple и все кто с этим был связан отдать должное молодцы настроили опупительно но ребята сейчас я вам покажу блин смартфон который мне кажется переплевывает iphone 6s по скорости работы 6s 6s plus это nexus 6 и просто пипец какой датчик но опять же сейчас вот скажу он как всегда может не сработать давайте 1 2 3 так давайте еще раз раз два три вот видите какой датчик nexus 6 пей ну вот этот вообще коллега нажал на кнопку он вообще раз два три сейчас nexus не сработал раз два три опять nexus не сработал вот видите конечно неудобно когда он лежит все-таки сзади потому что пальцем бывает попадаешь не на весь сенсор давайте раз два три послушайте ну nexus что-то у меня здесь палец может не вбит или вбит а нет вбит слушайте что она плохо палец вбит просто давайте короче возьму вот так так уже забыл что куда прикладывать раз два три здесь не сработал раз два три ну мне кажется на лексусе быстрее раз два три раз два три но тонн эксусе быстрее ребята мне кажется nexus еще быстрее чем iphone 6s 6s плюс да ну быстрее конечно раз два три потому что понимаете здесь что происходит здесь двойное как бы на действие происходит первый раз вы нажимаете на кнопку второй раз он уже разблокируется здесь же выключенном состоянии вы просто преподносите кнопки все моментально разблокируется поэтому iphone 6s плюс быстрее nexus 5x наверное и nexus 6 еще быстрее 5x я тоже честно говоря решил продавать потому что ну как-то он уже не вписывается тоже в эти смартфоны никаким боком так давайте что-нибудь еще потестируем давайте громкость динамика напоследок сделаем послушаем родные мелодии чисто на всех смартфонах просто на громкость динамика у меня сейчас в голове сумбур и каламбур куча всего навалилась так звук вибрации режим звука выбора вызов где мелодия а вот мелодия звонка хранящая мультимедия родные слушаем какие-нибудь вообще прикол однорукий бандит гениальные мелодия вообще просто пипец почему нельзя поставить нормальные мелодии вот видите если закрываешь динамик все сразу не слышно процентов на 90 глотт стала куча мелодий новых где же это ужасная мелодия оверхоризон который они каждый год вставят свой смартфон вообще прикольно вот на будильник ужасная мелодия ненавижу вот он оверхоризон оверхоризон о че это такое прикольно в общем вот такие мелодии ну конечно же мелодии которые вот такие они орут нереально громко в общем отличный динамик у с 7h слушаем теперь динамик айфона 6s plus так чупакабра где на тоже никаких проблем а о ммм не испытывает iphone 6s plus динамиком на вызов вот эта вибрация конечно необычная в айфоне прикольного это ужасное надо убрать мерцание можно вот это поставить так ну и теперь надо разблокировать и теперь давайте посмотрим как играет динамик конечно же я думаю он всех порвет это nexus 6p с двумя стерео мембранными динамики вот один динамик вот второй динамик и они правильно расположены вот кстати ребята сразу вам говорю потому что многие сейчас кинулись из знакомых покупать в магазинах 7 и 7h спрашивают какой лучше выбрать 7 или 7h однозначно десятку переплатить и выбрать лучше и 7h потому что если вы играете или смотрите какие-то ролики в ютюбе в сто раз удобней на и в 7h это делать нежели в с 7h потому что с 7h он очень маленький этот маленький посмотрите я вот честно скажу что не так удобен он мне в использовании после моих лопата фонов айфона 6s plus lg в 10 miizu 5 pro nexus а 6p этот не так удобно использовать и играть им не так удобно вот у меня палец у меня большая рука и вот палец задевает палец понимаете что происходит вот а в том же nexus 6p не игра просто песня бомбезно удобно играть суперски мне это очень очень нравится играть в nexus 6p в miizu 5 pro в lgv 10 но lgv 10 нравится меньше все потому что lgv 10 греется блин как зверь в играх и рассаживает батарейку сильно в айфоне 6s plus и miizu 5 pro нравится больше всего играть здесь еще пока мало играл начал играть там в какую-то ерунду не помню первый раз игру смотрел но неудобно честно вам скажу бывает палец задевает палец ну вот вы понимаете в общем я показал по габаритам а если вы возьмете с 7 обычный то есть 7 он как iphone 6s plus он вообще крохотный вот по диагонали он немножко выше там я может утрирую на пару миллиметров выше ну вот смотрите сравнение 7 будет примерно вот такое с 7 и вы видите на пару миллиметров больше вот так немножко больше поэтому однозначно я рекомендую брать именно именно с 7 и штакну и заканчиваем от с показывая как играет смартфон huawei nexus 6 пи что-то я не могу найти звук домашний экран а вот нашел звуки уведомления рингтоны только сейчас в общем играет просто нереально громко если мы затыкаем динамики они затыкаются тоже не затыкаются слышно все она остается не на 90 процентов затыкаются процентов на 60 на 70 в общем просто пипец по динамикам конечно побеждает nexus 6 пи и по отпечатку пальца он побеждает у galaxy 7 и джа конкретно с проголок сесси мидж разговор не про iphone там не про что-то другое но конечно же семейш по куче других фишек побеждает и у айфона и у nexus 6 пи но про это уже в другой серии дорогие друзья пошел я жгу я не успеваю все за один раз очень много вы прислали своих пожеланий все ладно до новых встреч всем всего хорошего прислать еще что с чем сравнить если ничего не забуду сниму все все пока пока